Здравствуйте, друзья! Вы, как обычно, смотрите программу «Косгораз». Недавно Рустан Абич Назарбаев дал большое интервью, поделившись мнением о проблемах развития современной экономики, истории страны, языка и религии. Мне бы хотелось остановиться на некоторых его моментах и поговорить об этом с моим гостем. Позвольте представить член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демократической политики при президенте Республики Казахстан, член комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента Республики Казахстан, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Анатолий Апанасьевич Башмаков. Добрый день, Анатолий Апанасьевич! Добрый день! Уважаемые телезрители, если у вас появятся вопросы, вы можете задать их в прямом эфире по телефону 553710 или написать на моей страничке в Фейсбуке и Твиттере. Добрый день, Анатолий Апанасьевич, ваши регалии, если представить их множество, вы являетесь представителем комиссии между парламентской ассамбреей стран СНГ, вы входите в различные международные, другие международные организации, ОБСЕ и так далее, и так далее. Но мы сочли, что это все благодаря тому, что вы являетесь представителем депутатом Сената, так я понимаю, да? Наверное. Да. Ну, к сожалению, вот в будущем созывы мы вас не увидели. С чем это связано все-таки, как вы думаете? Я второй срок завершаю работы, но у меня был такой личный принцип не терять чувство меры. Поэтому два срока это достаточно, это 12 лет работы, ну и есть определенный уже предел возраста, поэтому я принял такое решение, не принимать участие в следующих выборах. Это ваше личное, да? Это мое личное, да. Тогда я извиняюсь, я хотел бы что-то, может быть, я думал, что должна быть преемственность. Знаете, я придерживаюсь такой же точки зрения, когда Казахстан представляет, как вы, здесь международные армия, должны быть преемственностью, чтобы там вновь кого-то мы будем выдвигать из вновь прибывших. Пока он будет обкатываться, пока будет узнавать, мы потеряем много времени. Я с этой точки зрения хотел узнать об этом. Ну а теперь самое главное. Наверняка вы слышали и читали в переводе по мере того, что глава государства необычно дал интервью агентству Хабар, это УТАУ. Я хотел бы вас сразу спросить, какое впечатление на вас это оказало? Я действительно и читал, и до сих пор просматриваю в интернете, в периодической печати, на телевидении отклики, разговоры, касающиеся философских размышлений Елбасы у подножия УЛУТАУ. Специально сейчас занимаюсь более глубоким изучением самой истории этой великой горы, поскольку это действительно духовное начало, духовные истоки казахского народа. И я думаю, мы все живущие представители более 140 этносов, культур, населяющих Казахстан, должны изучать внимательно эту историю, потому что она касается каждого из нас. Потому что гуманистическая концепция, предложенная главой государства Мангелик Ель, это и есть та базовая духовная основа, которая должна в себя вбирать и культуры, духовные интересы всех других народов, населяющих нашу страну. Это базовая основа, мобилизующая, организующая, объединяющая основа. Вообще, я хочу сказать, что любое общество без ценностной основы жить, существовать не может. И очередное выступление главы государства, его раздумья у подножия УЛУТАУ, это есть мощный, сильный, духовный, цивилизационный вклад в развитие, прежде всего, духовной основы всего общества, ценностных основ общества. И поэтому, несмотря на то, что он начал говорить о проблемах современной экономики, но он обязательно львиную долю своих рассуждений коснулся проблем именно цивилизационного порядка. То, что является духовной скрепой нашего общества, это вопросы истории, истоков, традиций национальных, вопросов языка, религии. Для президента нашей страны, Нурсултана Назарбаева, экономика всегда была, если остается лишь метод, а душа, сам человек с его внутренним миром, вот его конечная цель. И поэтому, вы обратите внимание, периодический президент в любом докладе, касается ли это он экономического развития, рынка, банковской структуры, финансовой структуры, он начинал и заканчивал вопросами духовности, вопросами этнической толерантности, вопросом культуры, духовного развития. Вы обратите внимание, начиная с седьмого года, президент впервые, 28 февраля, перед выступая депутатами парламента, обеих палат, он впервые ввел понятие «умная экономика». И в вопросах «умной экономики» можно рассуждать вольно, но там есть основы базовые. Это прежде всего экономика, основанная на научных достижениях, на рационизаторских научных предложениях. Это прежде всего умное управление экономикой. И третья составляющая – в экономике, в ее управлении должны работать люди не только грамотные в вопросах бизнеса управления, профессионально грамотные, но и люди духовно развитые, культурные люди, у которых понятие совести есть. Потому что не может человек, лишенный вот этих духовно-нравственных начал, управлять серьезными подразделениями в экономике. Министерство ли это, ведомство ли это, область ли это, район и так далее. И вот рассуждения Нурсултана Абишевича у подножия Улутау подтвердили, что он был, если остается, приверженцем, прежде всего, духовного укрепления общества. – Спасибо, Антон Иванович. Очень мне понравилась ваша вот такая вступительная речь, если можно сказать. Когда вы говорили, в последнее время у нас слишком увлеклись, говорили о экономике, все же мы забываем о духовности, о политике мы забываем. Это взаимосвязанная вещь. Вы согласны? – Конечно. – И вы подтвердили свои выступления. – Конечно. – Говоря о экономическом союзе, наши статистики уже успели на себя почувствовать очередное падение курса. – Деньги по отношению к доллару, рост цен на продукты питания, подорожание бензина буквально вот на днях. Это причина нашего вступления в Евразийский экономический союз или, как вы думаете? – Ну, я бы не стал определять вот некоторые изменения в ценовой политике, в ценах на внутреннем нашем казахстанском рынке. – Ну, простой народ так понимает. Ну, это связывает с тем, что мы сегодня вступили в новый экономический союз, но это есть еще и влияние в целом проблем мировой экономики. Сегодня вы видите, что происходит вокруг вот этой санкционной, так сказать, войны вокруг российской экономики, России, ситуации, которые происходят сегодня на Украине, да и, собственно, в самой Европе. И, естественно, это не может не сказаться на развитие и нашего внутреннего рынка. Естественно, какие-то есть элементы и вхождение в состав таможенного союза, потому что мы же должны сегодня, так сказать, втираться друг в друга в экономические, технологические, в ценовые вопросы. Но это не трагедия, это есть начало того, что должно привести к большей стабилизации, в том числе и цен на нашем внутреннем рынке. Тем более сейчас вот эти санкции, которые направлены против российской экономики, они должны помочь и нам расширить наши возможности по вывозу и экспорту нашей продукции, прежде всего сельскохозяйственной, на российский рынок. Я думаю, что это обеспечит конкурентноспособность развития нашего отечественного бизнеса в агрорынке. Я думаю, что это вопрос, который требует более такого детального, вдумчивого восприятия и изучения. В целом, вы за то, чтобы развивался экономический союз России и Белоруссии, Казахстана, как вы сами? Я сторонник являюсь развития этого рынка, его расширения. И я думаю, что сегодня уже конкретное заявление двух наших бывших союзных республик, которые входили в состав прежнего СССР, я имею в виду Киргизия, Армения. Я думаю, что это расширит наш рынок, наши возможности. Я думаю, что к этому присоединятся и некоторые другие государства, входящие в Юго-Восточной Азии, близлежащие государства. Я имею в виду Индия интерес проявляет, проявляет интерес Израиль и ряд других государств. Я думаю, что это неспроста. А вот, вы знаете, очень многих волнует выступление главы государства, когда он говорил у подножия гора Ултау, что мы никогда не сдадим свою независимость. Вы к этому как относитесь? Я родился, вырос в Казахстане. Я считаю, что это первейший долг любого казахстанца, потому что сегодня мы столько шли к этому, чтобы получить эту независимость. И независимость определяется не только силой армии, структур правоохранительных, которые должны обеспечить внутренний порядок. Мне кажется, что суверенитет и независимость государства определяются ее и духовным началом. Потому что армия не может быть сильной, даже если в руках будет самое новейшее, высокоточное оружие. Если она будет деморализована, если не будет элементов патриотизма, любви к своей родной земле, о чем говорил глава государства у подножия Ултау, армия будет дееспособная. И поэтому мы не должны бояться вообще понятия слова патриотизм. Но либеральные теоретики говорят о том, что это слово чуть ли не ругательное. А патриотизм это прежде всего любовь. Любовь к своему шанраку. Любовь к Аулу, где ты родился. Вот об этом как раз глава государства очень трепетно говорил. К своей истории, к традиции. К семье. Так же, как я люблю своих родителей, независимо от их возраста, независимо от их образования и их финансового положения, потому что они мои мама, мой отец, мой брат, моя сестра. Так же я должен любить свою землю, на которой я родился. Береза, которая росла около моего дома. Пацаны, с которыми я рос. У Вольтера есть замечательное определение, что такое родина. Родина, отчизна, это тот край, тот район, в котором я в вечном плену. Родина там, где твоя первая капля крови оросила землю. Моя первая капля крови там находится, в Северном Казахстане. Я ведь никогда ее не забуду. Ту деревню, тот район, где я родился. А это и есть то отношение. Вы меня растрогали уже. Спасибо. Антон Иванович, у нас телезритель оказывается дождался. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Сяри Амадцева, здравствуйте. У меня вопрос к гостю вашей студии. Я слушаю вас. Какова сегодня роль религии в нашем обществе? И насколько актуальен этот вопрос для нашей страны? Спасибо. Я думаю, религия... Спасибо за вопрос. Религия, она не только для нашего казахстанского общества. Вообще, я говорю, в мировой цивилизации должна играть очень важную, если не решающую роль, в формировании этнической, религиозной толерантности. К понятию толерантности тоже может быть разное отношение. Но я убежден в одном. Человек, воспитанный на высокой духовной культуре, не способен на подлость, не способен на какие-то конъюнктурные отношения, даже в отношениях друг с другом. А в вопросах межнациональных отношений, межрелигиозных, это тем более очень важно. То, что сегодня мы видим, происходит в Ливии, или распадающийся Ирак. Ведь там вот как раз симбиоз, идет развал страны не только по религиозному, но и по этническому состоянию. Посмотрите, суниты, шииты между собой, а ведь они представители одной религии. Там теперь этническая сторона, посмотрите, что делается сегодня с курдским населением. Да и братская Украина вызывает сегодня тревогу. Ведь там произошло мировоззренческое изменение целого поколения. А к чему оно приводит? А приводит только потому, что утрата духовно-нравственных ценностей. Украина, как и многие другие республики бывшего СССР, это традиционное общество. А для традиционного общества важно то, что делается у нас главой государства. Мы сохраняем историческую преемственность в вопросах, прежде всего, патриотического, в вопросах межнациональных отношений. И, конечно же, у нас на особое место ставится религия. Я не знал, что будет мне задан такой вопрос, но когда готовился, можно я процитирую только несколько слов пророка Мухаммеда в его обращении к призыву ко всему миру. Он говорил, цитирую, «Главная цель, которую я вижу в своем предназначении, в своей миссии, я определяю тем, что я послан только для того, чтобы усовершенствовать благородство нравственности». Вы смотрите, как перекликается с философскими размышлениями главы государства. О духовности, о нравственности мы говорим. И поэтому я считаю, что сегодня мы должны, даже если я атеист, я должен уважительно относиться к людям, которые относятся к той части населения, которые верят в пророка, которые посещают мечети, которые ходят в православные церкви, ходят в синагоги, в костелы католические. И я думаю, это то, что должно укреплять наше общество. И в этом отношении я бы хотел сказать, что достаточно заметна велика роль нашего президента. Мне кажется, у президента нет карьеры. У президента есть судьба. Это то высшее, к чему стремится президент, чего он может достичь. Еще раз повторяю, не карьеры, а судьбы. И если его судьба пронизана судьбой своего собственного народа, представителем, которым он является, которым он представляет на международной арене, она совпадает, она синхронна. В этом и есть понятие народного президента. Мне кажется, рассуждение главы государства подножья Ол-Утау подтверждает, что он отражает интересы всего народа, независимо от нашей национальной принадлежности, где он говорит и с болью, с тревогой, и в то же время с оптимизмом на дальнейшее развитие нашей отечественной экономики, которая должна базироваться на высокой духовности всего общества. Не может быть экономики эффективной, сильной, если не будет права, если не будет совестливости, если не будет культура управления, если не будет такого патриотического отношения к своей собственной стране. Александр Павлович, я видел вас буквально недавно с участием главы государства. Было первый раз, мерили отпас определен, из каждой региона образцовая семья. И это проходило по инициативе национальной комиссии, которым бы я был членом этой комиссии. Вы знаете, я обратил на выступление главы государства. Вы обратили на его выступление? Ну как же, как конечно. Какие он вопросы поднимал? Да. Я... Главное можно извлечь вот из его выступления. Да, собственно говоря, это же его инициатива была объявить праздник, день семьи. Мы впервые отметили. Следующий год у нас день ассамблей народа Казахстана. Следующий год у нас, пятнадцатый грядущий год, пятый съезд лидеров традиционных мировых религий. Вот понимаете, это все мы говорим о духовности. С опалостью, да? И вот понимаете, а ведь началом начал является семья. Когда мы говорим, это те же рассуждения президентские у подножия Улутау, выступление его вот на этом большом политическом мероприятии, посвященной семье. Это прежде всего речь идет об укреплении самого важного, самого главного социального института в нашем обществе – семьи. Поскольку семья возникла раньше, чем политические партии, чем профсоюзы, чем любые другие государственные общественные институты. Семья – это все. Здесь формируются традиции национальные, здесь формируется духовно-нравственное начало будущего поколения. Поэтому президент вот этому особо теперь придал значение, потому что это было впервые мероприятие проведено. И по его предложению оно будет теперь ежегодным. Все новые и новые семьи будут подняты на пьедестал высших духовных ценностей. И пусть в иерархии этих ценностей на самом первом месте всегда была, есть и остается семья. Вы помните, как покойная Тетчер говорила? Все, что хорошо семье, то хорошо и Англии. Пусть и в нашей стране к этому стремится елбасы, чтобы было каждой семье хорошо. И пусть в каждой семье, в этом очаге, в этом шанраке формируются лучшие качества казахстанца, независимо от его национальной принадлежности, религиозной принадлежности. Пусть выше поднимается самое высокое звание. Я казахстанец. Анатолий Анатольевич, вот уже известно, что вы не выдвигаетесь, уже вашу я позицию узнал. Чем будете заниматься? Вы заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, так? Да. Я буду работать в университете. Я доктор экономических наук. У меня есть кафедра, кафедра Ассамблеи народа Казахстана, поэтому я думаю, что смогу работать еще. Но телефон звонок, оказ, еще есть. Пожалуйста, говорите. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня, знаете, вопрос к гостю. Вот приятно слушать вашего сегодняшнего участника. Говорящего на казахском языке. Вот я хотела спросить. Он сегодня говорит на казахском, только потому, что началась неделя казахского языка, ой, то есть неделя языков народа Казахстана? Спасибо. Спасибо. Я, ну, считаю, что это должно быть нормой, когда, если у меня даже есть личное выступление в университете или перед студентами, или в любой другой аудитории, то начать, завершить, ну, и по возможности прибегать к тому запасу слов, понятий, которым я располагаю, я считаю, это долг. Потому что я уже говорил на вопрос Ира Касымовича, мое отношение к языкам вообще, и к частности к государственному, я считаю, что язык не только как коммуникативное средство, но и как признак уважения к народу, страна, именем которого названа, в которой я родился и вырос. И если я не успел еще в свои годы выучить его сполна, еще время есть для того, чтобы совершенствовать себя. Но я бы просто-напросто посоветовал всем казахстанцам, у которых есть еще проблема с государственным языком, вот его уважительно к нему относиться, изучать. И самое главное, приучать внуков, детей своих к этому красивому языку, знание которого обогатит твой собственную и внутренний мир, и возможность общаться в стране. Андрей Афанасьевич, вот все-таки я вот этот вопрос задал не зря, продолжаю. Где будете, чем будете заниматься? Знаете, я тоже стоял в свое время перед такой аудиторией. Где быть, где работать, что делать? Меня приглашали на различные такие должности. И я скажу вам, что и Казмогаз меня приглашал. Но я счел необходим, все-таки я был депутатом, еще необходим быть в обществе, высказывать свое мнение. Я призываю вас тоже к этому. Спасибо. Ну, я думаю, что я же остаюсь гражданином Казахстана. И я же говорю, в университете у меня будет достаточно возможности, чтобы встречаться, говорить и свою позицию жизненную передавать молодежи. Спасибо. Вам спасибо. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что сегодня у нас в гостях был депутат Сената парламента Республики Афанасьевич Башмаков. Всего доброго. А вам огромное спасибо, что нашли время. И мы с вами смогли раскрыть вас. Рахмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова